Денис Астрофилов. Музыкант, звукорежиссер. И просто хороший человек. И просто очень хороший человек. Я не спас ситуацию. Главное воспоминание в том, что зрители сидели 4 часа, ждали, пока она возобновится. Боже, самый верный зритель, наверное, в этом мире. Я помню моменты до начала концерта и после. То, что происходит во время, у меня из памяти, оно просто исчезает. Оно не записывается. Можно я объясню, почему я грустная? Ладно, потом будет мой вопрос. У вас эта работа, работа телевизионщиков, это, в первую очередь, импровизация. Вы приезжаете, делаете съемки, уезжаете. Да. У нас перед мероприятиями 10, 20, 30, 50, 100 репетиций. Вчера премию получил. Все прекрасно. В отпуске гуляем по городу. А вот как раз по скорости кровотока мы уже судим, есть ли спазм в сосуде, есть ли тромб в сосуде. И есть ли какое-то препятствие или, наоборот, слишком сильно там происходит кровоток. Друзья, всем привет. Это программа Есть Тодей. Меня зовут Ирина Мигунова. Сегодня вместе со мной этот эфир ведет необычный гость, но внимательный зритель мог его и знать раньше. Денис Истрофилов – музыкант, звукорежиссер. И просто хороший человек. И просто очень хороший человек. И самый главный зритель телемикса, на самом деле. Да. По этому принципу, через 24 года существования телекомпании, мы отобрали его в ведущий. Ну как, попробуем, попробуем, да? Всем привет. Денис очень хотел попробовать. Мы решили и сегодня дать ему возможность поготовить на нашей кухне, ну и поговорить. Потому что Денис еще и у нас, почему актуальный гость, друзья? Потому что готовит что-то интересное. В ближайшее время? В ближайшее время, да. Обязательно расскажу. Обязательно расскажешь, но надо чуть-чуть уже начать. В наэт. О, Господи, как же я нервничаю. Не нервничай. Это такая ответственность просто. Хорошо, 29, я помогу тебе. 29 июня. 29 июня. На прилегающей территории ДК «Дружба» или, если будет дождь, то внутри самого Дворца культуры, мы покажем умопомрачительную программу музыкальных каверов. Это моя самая любимая тема в этой жизни. Ирина не даст соврать. Мы чуть-чуть поясним, что такое кавера. Переигрываем чужие песни, выезжаем за счет чужого талага. Да, сегодня на самом деле будет много новых слов. Я записываю себе иногда в блокнотик. Мы же для всех работаем. Первое слово – кавер. Но будут не только кавера, но и любимые хиты собственного производства двух замечательных коллективов. Один из них – это очень молодая команда, состоящая преимущественно из школьников, называется «Музыкофилия». Насколько я помню, они были у вас в гостях примерно полгода назад. Ну, может быть, не мой эфир был, но что-то очень знакомое. Занимаются в дружбе, да? Занимаются в дружбе. Ну, а вторая команда, чуть-чуть, самую малость постарше, бородатая, уставшая, и все-таки жизнь не такая уж и простая у музыкантов. Это группа «Дети на крыше», город Уссурийск. Друзья, нужно обязательно эту субботу, буквально, вот, уже после завтра, провести на Слободе, услышите звуки, приходите, будет очень интересно. План «Б», да, все-таки вовнутрь переедете, если будет дождь. Ну что ж, мы поговорим об этом всем поподробнее. Сейчас мы смотрим новости, но потом вернемся к нам в студию. Дорогие друзья, в эфире программа «Есть Тодэй» и сегодня в гостях я. Дениса Строфилова. Спасибо за помощь. Пока что в гостях. Посмотрим, как это получится. Я напоминаю, что 29 июня. Денис, у нас не просто так сегодня, прямо с начала программы, потому что поговорить есть о чем. И о твоей музыкальной карьере, о твоем творческом пути, и о том событии, которые планируются у нас возле Дворца культуры «Дружба», уже послезавтра. Будем про это рассказывать, показывать. Ну а для начала скажи мне, как вот занесло тебя в путь-то, на путь творческий? Все ли было очевидно с самого детства? Не знаю, я часто задаюсь этим вопросом, всякие факты всплывают в голове. Ну есть же всегда в анамнезе КВН, там что-нибудь такое. Я всегда мечтал играть в КВН, в школе. Но когда была местная школьная лига, мне было слишком мало дет для того, чтобы играть. И самое яркое воспоминание о том дне, это был, соответственно, дом культуры в селе, проходила игра между пятью селами близлежащими. И посреди игры отключили свет. Не знаю, там, возможно, какие-то ремонтные работы или просто... И тут ты спас ситуацию. Нет, я не спас ситуацию. Главное воспоминание в том, что зрители сидели четыре часа, ждали, пока она возобновится. Боже, самый верный зритель, наверное, в этом мире. Я не дождался, честно. И тогда я разочаровался в КВН. Да, но ты говоришь, слишком был мал, и потом, когда ты стал старым... Потом я чуть-чуть подрос, и это исчезло как явление, по крайней мере, в нашей... Развалился союз. Ну, я шучу. Да, союз юмористов. Как бы время было такое, что шутить было уже не о чем. Ну, однако, я твое остроумие всегда замечаю со сцены. Потому что между песнями, когда Денис концерты дает, он это делает регулярно, все это очень весело. Я не знаю, как так получается. Честно. Вот прям честное слово. Мои друзья, с которыми я играю, они уже давно знают, что я помню моменты до начала концерта и после. То, что происходит во время, у меня из памяти, оно просто исчезает. Оно не записывается, как будто останавливается запись и просто не сохраняется нигде внутри. Я судорожно придумываю диагноз, но пока нет. Это страх. Ну, конечно, это из-за нервов. Но при этом ты просто пуляешь в зрителя своими шутейками обидными, как ты любишь. Кстати, насчет обидных шуток. Хочу рассказать замечательную историю. Не так давно, как на прошлой неделе, я ходил на стендап. И? В качестве исполнителя? Нет, я ходил в качестве зрителя. Так как я с большой опаской отношусь к стендапу. Думаю, ну, надо дать шанс ребятам. Тем более, большинство из них я знаю, преимущественно, это студенты из моей же альма-матеры. Из моего, из моей, как правильно? Ну, из пединститута. Из пединститута. Решил посмотреть, все-таки, может быть, все не так категорично. И вот тогда я узнал новое слово. Уважаемые уссурийцы, запоминаем. Хеклер. Ты знаешь, что такое хеклер? Нет. Это цензурное слово. Хеклер – это человек, который ведет себя, сидя в зале, вызывающе и провоцирует выступающего артиста стендапа на взаимодействие. Так ты, наконец, по себе нашел определение. Да. Мне всегда в этом плане интересно, как человек, выходящий на сцену, взаимодействует с публикой. И скажу честно, у большинства это получалось просто великолепно. Особенно мне запомнился один парень, который сразу же вышел, его допекли мои постоянные выкрики. Он вышел и танком по мне прошелся, и всем сразу стало понятно, вот он король. А тебе стало хорошо от этого? Мне стало просто великолепно. Мне на душе стало тепло, потому что вот оно взаимодействие, то, ради чего я, собственно, приходил. У меня не было цели как-то задеть их или оскорбить, испортить их наоборот. Я пытался подталкивать. Ну, очень интересно. Не то чтобы ничего не понятно, но нам нужно посмотреть новости от зрителя. Друзья, потом вернемся. В медицине работаю. Медсестрой. Сложно или... Ну, для всех по-разному понятию, в принципе. А так, ну, не сложно. Вчера премию получил. Все прекрасно. В отпуске гуляем по городу. Вот новость. Это хорошая или плохая? Это хорошая новость. Это отлично. Сестра приехала с Москвы к нам в отпуск. Поехали. О, там 9 тысяч километров ехали. На машине. Вы на машине? Да, сами с Сусюриск переехали тоже жить. А почему так на машине? Не тяжело разве? Нет. Зато посмотрели. Россию. Матушку. Пришел сын с моря. Был на севере. На севере, на севере. Ловили вот такую большую рыбу. А сколько был в море? Он был 5 месяцев. Долго. Хорошо. Реф-механик. Молодец. На сотни. Друзья, это программа Есть Тодэй. И вот мы пришли сюда, в нашу зону волшебства. Святая святых. Денис из Страхилов у нас в гостях. Сегодня он будет и со мной разговаривать, и еще и помогать готовить. Любишь ли ты готовить? Обожаю. Серьезно. По ночам? Преимущественно, потому что в иное время нет времени. Так вот, сегодня мы будем экспериментировать. Наши телезрители знают, что у меня есть супер рецепт, всегда называется на глаз. Творог. И это не сырники, друзья. Будем делать, пытаться делать маффины с сыром. Знать бы еще, что такое маффин. Маффин. Кексик. В общем, тебе кусочек сыра, терка. Три. А я буду подготавливать. На крупной, на помельче. Да, в общем, все равно. Давай, знаешь, какую? Вот эту, например. Прекрасная, фигурная. А вот знаешь, перед тем, как натирать сыр, я всегда кладу в морозилочку на полчаса буквально до процесса, чтобы легче шло. Делиться лайфхаками, потому что, друзья, мы здесь вот не очень часто в этом сезоне комментируем то, что мы готовим. А сегодня мы это можем делать. Ну, если хотите заманить меня к себе на эфир, то давайте искать компромиссы. Давайте сделаем морозилку для сыра отдельно. Хорошо. И будем готовить только из натертых продуктов. Хорошо. А какие тебе больше всего нравятся сферы, так скажем? Это кулинария, где выпечка или там, где ты там мясо делаешь? Азиатчину или еще что-нибудь? Французскую кухню. С азиатчиной я как бы особо не дружу. Скорее выпечка. Ну, наверное, по мне видно, да, что я очень люблю мучное. Никак не могу отказать себе в таком удовольствии. У меня теперь есть совет. Я тоже люблю печь. Я просто это делаю для всех. Ну, большая семья, конечно. Да, да, большая семья. Вот телемикс тоже, да. А я-то живу один, поэтому приходится смаковать. В общем, любишь ты печь, да, по большей части. Давай вернемся, наверное, к твоей истории. Когда-то ты был школьником, тебе интересно было творчество, но ты же каким-то образом все равно реализовывался. Потому что такой человек, который, ну, не успел в КВН, но очень хотел, он явно находил для себя другие ниши, где ты прорывала тебя. Реп, реп, например. Ну, большинство моих сверстников прошло через реп. Так. А потом находили какие-то другие сферы. Насчет КВН, кстати, хотелось бы вернуться с годами. Это безграничная любовь превратилась в нелюбовь. И мне очень нравится фраза о том, что КВНчики приходят домой и плачут в подушку. Оу. Да. Потому что постоянно выдавливать из себя что-то смешное, это и тяжело, и требует очень много внутренних сил. Послушай, ну, ведь все, кто прошли через КВН, ну, не то чтобы все, да, я имею в виду сейчас такую федеральную... Большинство самых креативных умов. Да, да. Они же все оказались там. Есть и те, кто презирал всю жизнь там, да, типа Лехи Щербакова, но который тоже в тренде. Но при этом большинство, кто сейчас продюсирует на ТНТ, на СТС, авторы огромного количества YouTube-шоу, они все вышли из КВНа. Ну, я бы сказал, что это прям такая золотая школа, золотой состав тех времен, когда и КВН был, так скажем, торт. Но и справедливости ради, мне кажется, эти люди, ввиду своей креативности, они бы справились с задачей и вышли в люди и без КВН. И опять же, дали бы свет вовремя. Может быть, Денис у нас и полюбил КВН. Да, и все сложилось бы иначе. Сейчас мы смотрим прогноз погоды, а потом вернемся. Друзья, в эфире программа Yes Today. И сегодня мне помогает Ирина Мигунова. Всегда мечтал это сказать. Ой, как хорошо. Я действительно это делаю. У нас сегодня некая сейчас образуется творожная масса, которую, если вы заметили, я всегда абсолютно перетираю толкушкой для картошки. А у меня есть какое-то научное название? Ну, чаще всего я слышу толкушка. Говорят толокушка. Толокушка? Я вот не знала никогда. На Западе как-то иначе называть. Я даже, знаешь, картофель просто мялко. Я смотрю блогеров кулинарных, там типа шефов, лазерсоны и прочее. Они мялко называют. Есть еще, друзья, вот такая вещь. Очень полезная. Если вы любите тоже картофель, ой, не картофель, творожные запеканки, то обязательно вот эту массу нужно пройти еще и блендером. Тогда пышная становится масса, и вообще все здорово получается. Ну, кто-то не любит, допустим. Кому-то нравится крупная фракция. Да, крупная фракция, но она годится для сырников. Если же это все-таки маффины, то есть кексики, или это запеканка, опять же, да, какой-то большой кекс, тогда вот нужно меленько-примеленько. Какой полезный день у нас. Ты узнала, кто такой Хипплер, я узнаю, что такое маффины, наконец. Ты знаешь, еще много слов. Я вот сейчас перед эфиром с тобой готовила сюжет про... Сейчас я их скажу. Троицкие гуляния. Там, в общем, сложное название. И тоже новое слово. Вот мы все знаем по-братимству, да, слово. А есть посестримство. И оно... Оно не неологизм, который я только что выдумал. Друзья, посестримство существует. И представляешь? Какое условие? Кумиться. По-другому счету. Ну, это от слова кума, наверное, да. Кумление, да. Значит, в этот день что происходит? Девы на выданье... По гороскопам? Ну, в 16-летней главное, чтобы примерно, да. Старинное, как у нас обычно, православие с язычеством намешано. И вот у нас такие стройские гуляния. Девы, которые кумами считаются в этот день, должны лобызаться. Но прилично. А это не сегодня? Это было. Это уже было. Это мы отснялись. Была ярмарка на центральном рынке, на камушках. Очень весело. Душа от намана проводила. Шикарно. Как погода не подвела в тот день? Подвела. Мы до полдвенадцатого. Начало в 12. До полдвенадцатого сидели и не знали. Идем на съемку. Мы не идем. Но приехали артисты со всего Приморья. Друзья, никогда не пропускайте на центральном рынке их шоу. Это всегда великолепно. Мы вот не пожалели. Более того, нас услышало само мироздание. Мы приехали, раскрыли зонт. И вот так вот над оператором стояло. Исчезает дождь. Представляешь? Исчезает дождь. Все выходят. И начинается шоу. Начинают все фотографироваться, венки плести, надевать. Это же ярмарка мастеров в первую очередь была. И там такое-такое здоровское. Друзья, пересмотрите на нашем канале в ютубчике. И поймете, какое шоу вы пропустили. Никогда не пропускайте прежде. А сейчас смотрите рекламу. Друзья, всем привет. Меня зовут Ирина Мигунова. Это программа Есть Тодей. Вместе со мной сегодня, кто бы вы думали, это Денис Истрофилов. Сегодня он у нас в гостях один. Потому что много что есть рассказать. Очень много. Денис у нас творческая личность. Музыкант, работает в ДК «Дружба». Кстати, да, твоя профессия напрямую с твоими увлечениями связана. Ты ее находил. Самая, что не на есть, звукорежиссер. Звукорежиссер. Самый творческий человек, всегда самый находчивый. Да? Да. Слушай, я всегда думаю о том, приезжаю на съемки, смотрю, ты сидишь за пультом. Грустный. Грустный. Абсолютно всегда грустный. И пишешь на свой канал грустные кружочки. Можно я объясню, почему я грустный? Ладно, потом будет мой вопрос. У вас эта работа, работа телевизионщиков, это в первую очередь импровизация. Вы приезжаете, делаете съемки, уезжаете. Да. У нас перед мероприятиями 10, 20, 30, 50, 100 репетиций. И ты на всех был? И когда, соответственно, мне же нужно сопровождать звуком. И когда наступает пора уже самого действа, ты знаешь, каждый шаг наизусть. Да, я обычно сижу вот так вот и так. Ну, это профессионализм знать каждый шаг наизусть. А я про другое хотела спросить. Вот в этот момент артист не ты и аплодирует не тебе. Ты всего лишь в этот момент такой обслуживающий персонал чьей-то славы. Тебе же, наверное, хочется блистать всегда, если ты сам фронтмен собственной группы, лидер. Ну, все, это не тебе. Нет, в таких случаях мне очень приятно, что у ребят на сцене особенно... Ну, у нас основной профиль в учреждении это хореография. Танц. Да. А ты в танцах не очень, поэтому конкуренции не ощущаешь. Не, ну, как бы могу, некоторые движения. Но не утром. В основном это суббота вечер. Глубокий вечер. Слушай, ну, понятно, что танцы, песни... Ну, ты там находишь что-то, творческое выражение? Ведь это же достаточно механическая работа, быть звукорежиссером. Нет, я не соглашусь. Она творческая. Подбирание... Никто не знает, а ты прям подробно телезрителям расскажи. Расскажу на собственном примере на каком-нибудь одном из мероприятий. Отчетный концерт кого-нибудь. Допустим, того же самого Дворца культуры дружбы. Да. Мне приносят сценарий, там выстроены реплики ведущих, какие-то там экшн-действия, список номеров. И в мои обязанности входит под настроение мероприятия подобрать музыкальное сопровождение. То есть это фоны, отбивки. Если торжественные какие-то случаи, то фанфары обязательно, чтобы... Послушай, ведь этого никто не замечает. Все же думают, что это нечто естественное. Ты гармонизируешь мероприятие. И на работе это тоже мало кто замечает. Ну, друзья... Я шучу, я шучу, ДК-дружба. Ну, на самом деле, это действительно так. Ты приходишь на мероприятие, и все как будто бы на своем месте, но это все придумываешь ты заранее, правильно? Ну, есть какие-то уже отработанные схемы, наработанные базы, из которых мы берем материалы. Есть база фанфаров? Если бы она была, я был бы самым счастливым человеком. Мне приходится все выкапывать, где-то подсматривать. Но, как бы, очень странный был бы мир, если бы каждую неделю писались новые фанфары. Как будто бы очень хорошо мне в нем было. Ну, мне было бы прекрасно, допустим, оп, что там сегодня, новая фанфара, ту-ту-ту-ту, обязательно скачаем. Ну, а все остальное? Вот пошли, пошли песни, пошли танцы. Сидишь, пригурливаешь, туда-сюда, туда-сюда. Это как медитация. Не скучно. Вообще не скучно. Потому что, кстати, возвращаясь к репетициям мероприятий, пустой зал и зал, наполненный людьми, это два разных зала в августике. Ух ты! Ну-ка, расскажи. Когда сложнее? Сложнее на репетиции, потому что звук, как правило, гуляет. И артисты, они же люди тоже творческие, очень экспрессивные и выражают свои мысли очень бурно. Да. Типа, зачем ты сделал мне эхо на микрофон? Эхо. Но нет никакого эхо, это просто голос. Ну, звук, это же, в первую очередь, звуковая волна. Ну, вообще, в принципе, волна. Ну, в принципе, тебе нравится самое главное, что ты чувствуешь какую-то реализацию там, да? Или вообще у звукорежиссера существует рост? А, Костя. Знаю я одну, да. Была картинка, не помню, кто сделал, там карьер песчаный, ездят машины, и сквозь этот карьер просвечивается лицо Константина и подпись «Карьерный рост». О, какая прелесть. Карьерный рост есть, потому что в моих полномочиях сделать собственное клубное формирование, ух ты, о котором мы, наверное, сейчас и поговорим. Да, да, да. Ты вот сказал, одна молодая группа будет у тебя выступать, друзья, у нас очень скоро. И я так понимаю, что это уже подопечные, правильно? Я бы так, мне бы не позволило сказать внутри что-то. Даже не скромность, а скорее совокупность фактов. Фактов и факторов. Они уже, ребята, самостоятельные птенцы. Многие уже даже и преподают. Преподают? Преподают музыкальное мастерство. Подростки преподают детсадовцам? Нет, почему своим ровесникам и даже людям, которые гораздо старше их. Они просто тоже из творческих семей. Все их как раз познают. И там уже на судьбе написано. Нести в массы. В общем, не только бегунками сидеть, ковырять вот это вот на концертах. Твоя реализация и еще и твое собственное творческое объединение. Именно так. Так, что там еще происходит, кроме того, что мы увидим отчетник одной из групп? Чем ты там занимаешься? Кого ты туда набираешь? Набираю тех, кто хочет. Именно хочет. Не те, у которых мимолетное какое-то желание. Те, кто готов полностью отдаваться, меняет свой график. Так же, как и личные рабочие коды репетиции. Потому что мы репетируем у меня в кабинете. И рабочий процесс никто не отменял. Всегда может прилететь внезапная задача. Надо записать новую фанфару. Сделать новую фанфару. И поэтому это все в позднее время. Ну, а что они делают? Допустим, нас-то зрители впервые сейчас видят, слышат эту беседу. Очень хотят делать что? Музыку. Музыку. Преимущественно свою. Музыку какую? Да. Рокового направления. Рокового. Рокового, да. Это важно, друзья. Потому что не любую получается. Абсолютно не любую. Ну, у нас нет технических возможностей сделать любую, потому что стандартный сет барабанщика, на которых экстремальные жанры, особо не поиграешь. Ну, и пара-тройка музыкальных примочек. В общем, стандартный рок. Ну, по сути, это можно назвать некой рок-школой? Ну, по-части. Нет, больше там ребята занимаются самообразованием. Ввиду отсутствия моего времени, их времени. Но у них-то получается очень здорово, что мы, собственно, в субботу и будем наблюдать. В общем, ты, получается, им даешь помещение и реквизит, инструменты, но учением там они занимаются сами. Ну, иногда могу помочь с подбором материала. Ну, вот пришел парень, говорит, я не умею играть на гитаре, но очень хочу. Я скорее его направлю в более компетентные учреждения, к ребятам, которые занимаются именно обучением игре на гитаре. А кого ты оставишь, тот, который говорит, я... Умею, и я хочу играть вот этого. Ага. Но это крайне редко бывает, практически никогда, потому что у нас в коллектив приходят уже группами непосредственно, творческими такими плотными единицами. А в последнее время и не приходят, потому что времени нет абсолютно. Все занято почистую. А так всегда хочется зазвать еще больше, ну, это не ваш случай. Возможно, с сентября, но мы дадим знать. А, да. Если что-то поменяется и будет дополнительное место. Но пока все настолько под завязку, что... Так, в каком жанре играют подаваны? Русский рок. Ковера. Ковера. Но у подаванов, я не скажу точно дату, по-моему, это в начале этого года вышла уже собственная композиция на всех площадках под названием «Громче». И это замечательный экспириенс, такой легкий, душевный. Класс. Подожди. Значит, что они там не только занимаются, но еще и могут записать? Нет, это не у нас. Это в частном порядке уже. Ну, мы все знаем, где у нас... Русский рок. Я поделюсь с тобой наблюдением, потому что в другой студии реп.г, в которой мы занимаемся, там тоже есть такая подростковая прослойка, очень серьезная. Все играют нирвану, понимаешь? Все. Куда ни плюнь, попадешь в того, кто очень нравится. Это тоже моя юношеская любовь. Кстати, недавно смотрел репортаж. В телевизоре было некое мероприятие на Солдатском озере. Конечно. И там как раз было сказано про нирвану. Об нем речь. Да, было сказано про нирвану. И я обычно лежа с телефона смотрю. Независимо, где я дома, на работе лежа. И прям чувствую, как тепло, вот так вот, прошу прощения, тепло по душе растекается от того, что да, вот 10 лет назад я точно так же ходил, играл нирвану. Да, эти легендарные четырехинты. Вышел Яша, организатор, 15 лет назад. Я стою чешу репу 20 лет назад. Не, ну правда, оказывается, рок-молодежь, она существует. Пусть нет такой какой-то волны массовой, как там в 2000-х, когда все были неформалами, там какие-то были субкультуры отдельно. Их было видно яркое, бесконечное было количество фестивалей. Сейчас того гораздо меньше, но оно существует. Крайние года четыре все стало в разы лучше. Вот если вспомнить год 15-16, в городе не происходило ничего. Была пара-тройка мастодонтов, которые играли вот с очень давних времен и в очень экстремальных жанрах. Но где-то вот году в 19-м, 20-м пошла какая-то новая волна, новое зарождение. Большинство, кстати, из колледжа культуры, что не может не радовать. То есть у них уже есть некий скилл и опыт выступлений. Ну, пример стал заразительным, и сейчас музыканты в городе, они прям молодеют уже. В 14 лет у них там понесколько бывает даже круто. Это очень круто. Я у Матвея брала интервью, ему 13. Ему 13, это прелесть такая. Представляете, какое у него большое будущее? Конечно. И вообще все остальные. Самое сердечко меня поразило Вова из Суворовского училища. Это вообще нечто. X-Project. Да, знаю. У него прекрасный вокал. Они играли Radiohead. И Radiohead они играли. И что они только не играли. Он даже там на Лингенпарк замахивался. Замахивался. Да, и много чего. Приятно, что, кстати, берут какую-то классику рока для повышения собственных навыков, для оттачивания. И не брезгуют, не занимаются только чем-то современным, хайповым. А учатся, учатся. Я говорю, почему Вова? Почему Radiohead? Где ты и Radiohead? Между вами 30 лет. А он говорил, а я вот три месяца назад нечаянно услышал его. Ну и что-то его там поразило, типа Carmo Polis. Ну и есть такие песни, которые с первого раза... Что? И подумал, какая интересная техника игры на гитаре. И начал подбирать. Представляешь? Человек с тонкой душевной организацией. Да. Хотя Суворовец. Как сам Том-Йорк. Молочина. Приходит на выходные домой и даже не кушает. Бежит с папой. Его тоже успело пообщаться. Он, по-моему, еще в КВН играет. Я думаю, что он во все. Я его, по-моему, видел в команде чемпионов прошлого года. Да и в этом году суворовцы неплохо, кстати, в школе КВН играли. Ну, лучше, чем многие. Давай так назовем. Друзья, у нас впереди короткая реклама. Будем ставить наши сырные маффины уже. Выпекаться. А потом продолжим беседу с Денисом. Друзья, программа Есть Тудей. Мы с Денисом Истрофиловым сегодня ведем этот эфир. Уже в печке находится наша выпечка. Прекрасно. Я уже чувствую запах. Осталось чуть-чуть подождать. И наши старания будут вознаграждены. И не только наши, а всей съемочной группой. Может быть, еще и чаю попьем. Денис, у нас вот так вот всегда. Представляешь? Все приходят, смотрят график съемок. Если есть много записи программы, никто обеда не берет. Удобненько. Хорошая работа. Ирина, а вы не думали у нас в Дворце культуры и дружбы открыть кулинарный кружок? Я думаю, что мы что-нибудь придумаем. Примерно со вторника по субботу в час дня. Да. Если вот он здесь будет, этот кружок, тогда мы это все сделаем. Я бы хотела спросить у Дениса еще вот что. Мы говорим о твоей деятельности, о твоей работе, о детях, с которыми ты занимаешься. Но есть же и собственная группа, о которой мы вообще почти ничего не успели рассказать. Что это за группа? В каком жанре играет? Что ты выражаешь в ней? Чем больше группа существует, тем меньше я могу охарактеризовать ее жанр. Потому что из раза в раз появляются все новые какие-то элементы, вплоть до саксофона. Секрет, альтернатива. Экспериментал. Есть много универсальных слов. Главное, что не прогрессив. Тяжеловато. Это да. Шамин может. Группа называется «Дети на крыше» из славного города Уссурийска. Пишется маленькими буквами. Играют, да, скорее всего, альтернативы. Играем уже достаточно давно. Но это же ближе к нью-металу все же. Скорее всего. Ну, я бы, характеризовывая творческий какой-то аспект, я бы всегда добавлял слово «русский». Потому что очень много нюансов. О, да. Очень часто, вот, например, говоришь «хэви метал» и добавляешь «русский». И уже есть какие-то там шаги назад. И вот ты освободен от переедания. Ах, было бы славно. Со мной все время такое происходит. Достаточно. Ну, тексты, это же тоже очень важно. Потому что музыка музыкой, все-таки это ваше коллективное творчество. Как это происходит, да, там, гитарист придумал риф, тот сбивку, соединили, басист, что ему дали? Под топом, под топом. Вообще все не так. Все наоборот. Большинство идей приносит басист. Он у нас... Какой-то у вас уникальный басист совершенно. Да, и его слышно, между прочим. Ух ты. И слышно больше всего. Потому что он... Нет, он мощью своей берет. Он у нас мощный мужчина во всех... И выглядит так же, да. Да. Да, очень. Ну, я оценить не могу. Бруталити импассибл. Была бы какая-нибудь женская альтернативная группа в Уссурийске, я бы тогда оценил. Давно это было. Хорошая идея, кстати, уважаемые телезрители. Если кто-то хочет, дайте нам знать. Так вот, музыкальная составляющая, она все-таки коллективная. Но тексты пишешь ты. Да. Вот расскажи, как это к тебе приходит, в какое время суток, что ты несешь? Что ты несешь? И вот обычно, когда я потом прихожу с текстом, готовым на точку, мне ребята говорят, что ты несешь? Как же это плохо. Честно, опять же, возвращаясь к вопросам выступления, нахождения на сцене, тоже очень трудно уловить вот эту материю, и трудно ее запомнить, когда и как приходит текст. Ну, преимущественно, конечно, это ночь, в промежутке где-то с двух до четырех утра. Я не знаю, где-то, может быть, для этого есть диагноз, какое-то объяснение. Я очень понимаю, тебе у меня было то же самое. Все песни написаны, они были с четырех до пяти. А, ну даже так. Полностью отключается, когда сознание, физика, и там начинают складываться олитерации. Наоборот, у меня просто ночью какой-то максимальный период бодрствования, я могу и пылесосить ночью, и убираться, и готовить, и тексты как-то приходят. Сейчас, конечно, реже, потому что о большинстве вопросов уже сказано, а о другой части тем лучше не говорить. То, что доктор прописал. Следующая рубрика и Дениза тексты. Я понимаю, как дилетант в этом деле, что посмотреть можно, в принципе, любой орган, существующий на теле человека. На мой взгляд, голова – самая главная часть у человека. Там мы ей думаем, там, не знаю, кровь через нее проходит, какие-то процессы мыслительные самые разные идут. Что можно диагностировать при помощи аппарата в голове человека? В организме каждый орган жизненно важен. Но голова, конечно, одна из первых исследуется даже у новорожденного. Ему пока родничок не зарос, ему ставят датчик на темечко, и через это окошечко смотрят, есть ли у него какие-то проблемы в головном мозге. У взрослых можно тоже посмотреть структуры головного мозга. Для этого, конечно, есть и компьютерная томография, но компьютерная томография, она для своего, она свои задачи выполняет. Если это касается кровоснабжения головного мозга, скорости кровотока, здесь мы вполне можем использовать транскраниальный датчик, и прямо вот не отходя от кассы, прямо взять и у вас и посмотреть. То есть вот эти сосуды видны только аппаратом УЗИ? Ни на МРТ, нигде, только вот можно посмотреть при помощи УЗИ диагностики? На МРТ очень хорошо видно сосуды, но их видно не в реальном времени. Их видно на постобработке, не видно в данный момент, как через него проходит, с какой скоростью, невозможно замерить скорость кровотока. Здесь у нас именно в реальном времени прямо видно, с какой скоростью, с какой громкостью, с какой частотой происходит сердцебиение и кровообращение. А вот как раз по скорости кровотока мы уже судим, есть ли спазм в сосуде, есть ли тромб в сосуде, и есть ли какое-то препятствие, или наоборот, слишком сильно там происходит кровоток. Вот это и можно посмотреть, в отличие от МРТ и ГТ. Видите, сосуды видно. Ага. И мы можем определить скорость кровотока. Скорость кровотока в мозговых артериях, можно ее сравнить по аналогии с автомобилем. Вот мы не можем ехать больше 130 км в час. И здесь также мы видим кровоток, у нас 97-115. Все, что больше 130, уже наводит на мысль патологии. Это уже спазмы, это наличие тромбов. Мы еще можем посмотреть глазные яблоки. В глазных яблоках можно увидеть отслойку щатки. Слышали про такое грозное заболевание? Это можно на УЗИ определить? Да, это можно очень легко определить, оно очень хорошо видно. Главное, чтобы был соответствующий датчик. Потом мы видим все сосуды, которые заходят в глаз. Соответственно, можно посмотреть скорость кровотока. Также мы можем посмотреть камеры глаза, переднюю камеру глаза, заднюю камеру глаза. Ну и, собственно говоря, как зрачок себя ведет. Все это можно посмотреть на УЗИ. После косметологических операций можно посмотреть наличие филера, например. Или гиалуроновая кислота, вот что вводится. Это же все-таки манипуляции, и они очень хорошо видны. Они содержат жидкость. Мы их можем увидеть, если этот датчик высокочастотный начинается от 18 МГц. У меня как раз датчик 18 МГц. Мы благодарим клинику Чехрановых за помощь в организации съемок. Всем привет, в эфире ЕСТОДЕЙ. С вами Денис Истрофилов, моя сегодня коллега Ирина Мигунова. И этот замечательный запах сырных маффинов, правильно сказать? Правильно, правильно, да. Распространяющийся по студии. Но экспериментальный, альтернативный экспериментальный. Экспериментальный запах. Русский маффин. Хорошее название для альбома, экспериментальный запах. Все оправдывает за то, да. По поводу текстов я бы хотела продолжить. Мне кажется, что в твоих текстах есть некий рост. И рост в сторону... Вот, наверное, сердце стекает. Рост не в тексте, рост вот здесь. Смотри, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, но ты увлекаешься как раз уже словотворчеством. Тебе интересен, как я понимаю, и у нас это общая, стиль оксимирона. Например, в создании текстов, когда ты уже заморачиваешься на двойные, тройные, четверные рифмы, когда тебе нравится упаковать смысл поглубже, совместить несовместимое. И не то, что ты смысл хотел донести, а еще и как бы очень это с подвуподвертом сделать. Не стоит такой задачи абсолютно. Само? Это все приходит неосознанно, да. И, возможно, просто на опыте. То есть сочиняешь раз, два, три, потом меняется форма, потому что, ну, опять же, есть наслышанность. По части Мирона, ну, конечно, в симпатии не отказать, но у меня все-таки другой кумир, это Иван Алексеев, он же Нойз МС. Вот он на меня очень сильно повлиял в свое время. Году эдак в девятом-десятом мне в руки попала его тогда достаточно маленькая, но все же весомая дискография. Он же еще был активным участником онлайн-баттлов. Да, конечно, причем фристайл. Это невероятно. Нет, фристайл немножко другой. Это у него происходило, ну, офлайн, так скажем. Очень была крайне популярная тема, в которой я тоже был замешан в юные годы. Баттлы на форумах? Да. Оу. То есть для тех зрителей, кто не знает, в интернете... Это поэтические спарринги, поединки. Очень культурно охарактеризовали, Ирина. Мы вспоминаем сейчас Майковского. Все это было. Все это уже было сто лет назад. Я надеюсь, что еще будет. Да. Ты этим занимался, да, говоришь? Да, буквально два раунда и вылетел, и больше этим не занимался онлайн. Вот. А Иван добился, конечно, очень больших успехов в этом плане. У него всегда была задача, в отличие от его оппонентов, ну, не принизить и сделать, так скажем, моментальный выстрел, а чтобы песня осталась в истории. То есть чтобы это был, ну, так скажем, вклад в искусство. И еще, мне кажется, знаешь что? Чтобы это было произведением. Да, полноценным произведением. Почему это становится произведением? Потому что любое произведение, вплоть до журналистских репортажей, да, они подчинены принципам драматургии. Завязка, кульминация, развязка. Если вы наблюдаете это, то даже если длится две минуты, три минуты, как трек, это уже сразу произведение. Я сейчас прям вернулся в 12-й год, когда пытался сдавать литературу. Друзья, сейчас мы смотрим ваши новости, потом мы вернемся в студию и будем смотреть, что же у нас там получилось. Ну, в медицине работаю. Медсестрой. Сложно или? Ну, для всех по-разному понятия, в принципе. А так, ну, не сложно. Вчера премию получил. Все прекрасно. В отпуске гуляем по городу. Вот новость. Это хорошая или плохая? Это хорошая новость. Это отлично. Сестра приехала с Москвы к нам в отпуск. Поехали в отпуск. 9 тысяч километров ехали. На машине. Вы на машине? Да, сами с Сюриск переехали тоже жить. А почему так на машине? Не тяжело разве? Нет. Зато посмотрели Россию, матушку. Пришел сын с моря, был на севере. На севере, на севере. Ловили вот такую большую рыбу. А сколько был в море? Он был пять месяцев. Долго, хорошо. Реф-механик. Молодец, на сотни. Друзья, вот и подошла к концу наша программа. Денис Истофилов был сегодня с нами. Ирина Мигунова. И это то, что приготовили, хочется сказать, мы, чтобы распределить ответственность. Главное с душой. Не поднялись. Ну и ладно. Уверенно, вкусно. Зато это знаешь что? Это настоящие сырники, потому что в них сыр. Так все-таки это были сырники. Они существуют. Они существуют. И это они. Пахнет вкусно. Пахнет вкусно. Будем пробовать. Ну, друзья, мы напомним, что большое событие грядет. 29 июня на прилегающей территории ДК Дружба в случае дождя внутри Дворца культуры Дружба в 16.00 состоится отчетный концерт нашего клубного формирования, на котором будут представлены как собственные песни, так и всеми любимые хиты. Группа будет выступать. Музыкофилия. Две группы. Музыкофилия и дети на крыше. Обычно они по столицам только, но вот это уникальное. Липовцы галенки. Да, уникальное возможность увидеть в уссурийске. Приходите в 16.00 в 29.00. Суббота. Суббота, друзья. А мы с вами увидимся обязательно еще на канале Телемикс. Всем хорошего дня. Всем счастливо. Пока.